Дорогие коллеги, большое спасибо всем, кто пришел сегодня к нам, кто готов послушать про проблему дискриминации женщин в трудовой сфере, которая существует в десяти странах сейчас, в трудовых кодексах России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Азербайджана и пяти стран страны Азии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Кыргызстана и Урбекистана существуют статьи, в которых прямо говорится о том, что некоторые профессии, как вредные и опасные для женщин, должны быть запрещены, или доступ к ним ограниченным, есть два варианта, или некоторые совсем запрещены, а некоторые с отмечениями. Когда мы с Конституционным центром Мемориалом узнали об этом, то впервые, первая наша реакция была просто начать юридическую работу по этой теме, и мы сегодня с вами посмотрим видео, где показана работа нашего юриста и заявительницы в суде, которая оспаривала отказ принятия на работу судоводителем-маталисткой. По своей специальности, сейчас четыре года учился, она приобрела свою специальность, тем не менее, в силу того, что маталист как раз относится к запрещенной для женщин профессии, и она не смогла устроиться куда-куда хотела. И именно этот кейс, кейс Экланы Медведевой, который, может быть, кто-то помнит, мы здесь уже год назад, открыл на глазах на то, что это вообще системная проблема прямой государственной юридической дискриминации, которая противоречит в случае России, Конституции, гарантирующей равной права мужчинам и женщинам, а в случае других стран, где более продвинутая экстремиционная законодательство, так как, например, Украина и Молдова, у нас вот эксперты будут у нас, это противоречит и закону о недискриминации на равных возможностях, закону о правительстве мужчин и женщин, гарантированному городовым кодексом равенства в доступе к работе и так далее. Лорма эта старая советская, она попала в эти кодексы еще тогда, когда после развала Советского Союза страны писали свои законы, и многое было доскопировано. В результате мы решили интервью с компанией, которую назвали по-английски «All Jobs for All Women», то есть «Все работают всем женщинам», и эта компания сейчас идет, она на сайте adcmemorial.org доступна, вы можете с ней там ознакомиться и поддержать ее в любом способе, можно Twitter или Facebook использовать, где прислать нам слова, поддержки, фотографии, видео, все что угодно, мы будем рады и благодарны. Мы тоже готовы в рамках этой компании сотрудничать со всеми и межгосударственными институциями, и правительствами, парламентами стран, и юристами, а также в первую очередь главным образом самими женщинами, которые хотят обеспечить себе доступ к этой работе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...